Я вас категорически приветствую! Новоиспечённый политик всероссийского значения, кандидат в кандидаты на пост президента России Ксения Собчак, приступила к выполнению непосредственных обязанностей, ну т.е. к интенсивной предвыборной клоунаде. Чтобы задать тон и создать хайп, Ксюша совершила политический камин-аут. С высоты своего недюжинного интеллекта и богатейшего жизненного опыта высказалась об исторической роли вождя советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Ведущая интеллектуальной программы «Дом-2» и корпоративов честных чиновников, светская львица, журналистка, автор книг про стильную одежду, оппозиционерка-любительница даёт оценку человеку, имеющему опыт подпольной работы, проживания в ссылке, революционной деятельности, смертельно опасной политической борьбы, руководство гигантской страной в мирное время, верховному главнокомандующему лучшей армии мира, победившей самую страшную войну в истории человечества. Ну, это примерно как если бы вдруг школьник оценил верность решений Георгия Жукова или правильность действий Сергея Королёва. Если так подходить, то мой опыт работы с сантехником, бурильщиком, оперуполномоченным, таксистом, актёром озвучки позволяет безошибочно судить о чём угодно. Но отечественная версия Пэрис Хилтон, конечно, тоже эксперт серьёзный. Ну, давайте прильнём. Сейчас вдруг стало принято говорить о неоднозначности Сталина и его времени. Мол, да, были перегибы, но без этих перегибов мы не выиграли бы войну, не построили бы Днепрогресс, не сделали бы ядерное оружие. Без этих перегибов человек бы не полетел в космос, и вообще Сталин принял Россию в лаптях, а оставил с атомной бомбой. И это всё даже не глупость, это гнусность. Из-за Сталина народы Советского Союза пережили такое испытание, которого не переживал больше в 20 веке никто. Вот буквально никто. 2 249 728 человек только по официальным данным. Данным, с которыми соглашается даже липовый историк Мединский, были уничтожены в сталинских лагерях. Больше двух миллионов человек – мужчины, женщины, дети – это только по статье «Измена родине» и другим политическим статьям. Тут нет миллионов погибших в гражданской войне, нет умерших от голода коллективизации, нет миллионов канувших в начале войны из-за того, что было полностью уничтожено командование Красной Армии. Ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного. Сталин – однозначно кровавый палач и преступник. Следует понимать и помнить важную вещь не только про гражданку Собчак, но и про остальных наших либералов, ненавидящих Сталина. Голод и лишения им неведомы вообще ни в какой форме. Вопрос физического выживания перед ними не стоял никогда. Поэтому осознать, что для примитивного сохранения жизни иногда действительно требуется жертвовать многим, они не в состоянии. Сытый голодного не разумеет, ну даже если смотрит на него из окна лимузина. А уж если голодный жил давным-давно, в совершенно других реалиях говорить вообще не о чем. Вот, допустим, на дворе прошлый или позапрошлый век. Голодает крестьянская семья. Такое в России бывало часто. Уже сожрана скотина, сожрана собака, сожраны изловленные в хате крысы, закончились кожаные изделия. Все запасы еды сожраны ещё до скотины. Оставшись без еды всего через несколько дней, человеческий мозг начинает работать не по законам сытого, а по законам голодного. Поэтому семья начинает присматриваться к маленьким детям и старикам, ну к тем, кто наименее полезен для выживания семьи. И выбор заключается не в том, нужна ли в обсуждаемой нами избе демократия. Нет, надо выбрать – накормить внучку бабушкой или бабушку внучкой. Вам доводилось такое испытывать? Ну хорошо, если нет. Демократическим голосованием подобные вопросы не решаются, для этого должна быть стальная и неоспоримая воля главы семьи. Людей, доживших до весны, на внучке с бабушкой, категорически не следует судить по законам морали, принятой в рядах любителей хамона и пармезана. Это очень серьёзная ошибка, и тех, кто ближе к голоду, чем вы, ну или просто чуть-чуть умнее, ваши неадекватные суждения будут только смешить и будить в этих людях вполне заслуженную вами ненависть. Наша страна в начале прошлого века была разорена не большевиками. Разорили нашу страну сразу две войны – русско-японская и Первая мировая, обе просранные царём по кличке Нити, стоявшим во главе кубла вырожденцев, именовавшихся тогда аристократией. И когда германский фронт вытянул из России все соки, выбор был незатейливый, ну примерно как в той избе. Можно было бросить под сапоги врага сразу всю страну, убив тем самым миллионы без надежд на восстановление, ну или принести кого-то в жертву. На вас груз таких решений не лежал, вам повезло. Но продразвёрстку, если вдруг кто-то не в курсе, организовали вовсе не большевики. Продразвёрстка заработала в 1916 году. Потому что воюющей армии стараниями добрых кулаков остро не хватало хлеба. Ну и что лучше – умирающий в тылу от голода крестьянин или неспособный дать отпор врагу и гибнущий на фронте голодный солдат? Или немецкая армия в Питере и Москве? Ну, когда Ники устал от таких сложных дел и слился, на его место встало сугубо демократическое правительство. Правительство это состояло из самых лучших прогрессивных умов того времени. Многие, возможно, удивятся, но при этих прекрасных людях у руля в деревнях было нечего жрать. Такой вот парадокс. А затем пришли большевики, обещавшие крестьянам существенное улучшение крестьянской доли. Но и они смогли ослабить доставшееся в наследство Ермо только в 1921 году. Просто потому, что вместо заботы о собственных гражданах приходилось отбиваться от самой разнообразной сволочи, рвавшей Россию на части. Кстати, поинтересуйтесь, какой ад периодически устраивали благородные царские генералы и адмиралы во время гражданской войны на подконтрольных им территориях. Крестьянам просто ничего не оставалось, кроме как поддерживать красных, которые обещали вполне конкретные и нужные вещи – мир, землю, свободу. Зверства эти белогвардейская сволочь устраивала не из спортивного интереса, а из сугубо практической необходимости. Надо было запугать сельских жителей до смерти и вынудить сдавать хлеб. Если бы тогда некто из наших одарённых либералов возглавлял бы одну из политических сил, он или даже она делали бы ровно то же самое. Незамедлительное устройство демократических выборов и разделение властей на вверенных территориях в таких условиях привели бы ровно к двум возможным результатам. Ваши соратники подняли бы вас или на штыки, или на вилы. У вас может постичь ещё более глубокое изумление, но в таком же или почти таком же экстремальном режиме выживание СССР существовал вплоть до середины прошлого века. Находящаяся в кольце агрессивных врагов страна не могла позволить себе такую роскоши, как плюрализм мнений, многопартийная система или всенародные выборы сменяемой власти. Всё это привело бы к разрушению и уничтожению страны под названием Россия на тот момент СССР. Добренького, терпимого и умеющего прощать лидера она себе позволить не могла. Жертвы политических репрессий, упомянутые вами, принесены страной во имя существования страны в целом. Оправдано это или не оправдано? Никто никого никогда не спрашивает, не спрашивал и спрашивать не будет. История весь жестокая, а исторический процесс безжалостен. Вы попробуйте хотя бы школьный учебник почитать. Да, среди жертв было немало умных и талантливых людей. Да, среди них были люди, пострадавшие от ложных доносов, написанных недоброжелателями. Но были и вполне реальные шпионы, заговорщики, саботажники, сознательные вредители, смертельно опасные для нашей страны. И вопрос стоял очень просто – пострадают либо они, либо вся страна. Если вы намерены завывать про слезинку ребёнка, не надо браться за рычаги управления нашим непростым государством, даже сейчас. Просто потому, что вы не понимаете его нужд. Дети, уверяю, будут плакать даже при самом свободном рынке и демократии. А хорошие люди всё равно будут умирать и гибнуть в расцвете сил. Не по вашей воле, а по вашему попустительству, как это было в 90-х годах. А в итоге вы просрёте всё. И если по какой-то нелепой случайности вы останетесь жить, потомки вас проклянут. Встанете в народной памяти в один ряд с пятнистым большевиком Горбачёвым и его подельником Ельциным. Ну, впрочем, этого не произойдёт. К счастью, как для вас, так и для нас.